МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, соратники! Здравствуйте, друзья! Да здравствует народная освободительная революция! Долой преступный, бандитский, оккупационный путинский режим! Даешь прямое и полное народу власти, диктатуру гражданского большинства! Власть граждан без президента, без Госдумы, без Совета Федерации! Прямая и непосредственная власть граждан, осуществляемая референдумами в интернете с помощью гаджетов! Линия фронта с путинским режимом проходит в интернете, ведем борьбу на ресурсе голосование.онлайн, ведем ее как раз с помощью такого референдума, референдума о недоверии, нелегитивности и ликвидации преступного оккупационного путинского режима. Это единственно возможный путь борьбы и единственно правильный. И это первый шаг на пути ликвидации режима. Без него, ну, не обойтись. Поэтому присоединяйтесь, и мы победим! Сегодня у нас 3 июня, четверг. У нас очередная программа «Рев Панорама» на канале «Революция». Вещаем мы на нашем хостинге «Тетру». Это территория правды. Независимая, свободная территория. На своих собственных серверах, без цензуры. Пользуйтесь, приглашайте друзей, знакомых. Поскольку сужается пространство свободы в информационном мире, вы знаете, кругом цензура, у нас здесь свобода. Так, у нас сегодня в гостях Вера из Лондона. Человек неравнодушный к судьбе Беларуси и России, видимо. Но мы, в общем-то, родственные у нас судьбы и судьба похожи. И она сплетена, и я считаю, независима. Вот в Беларуси мне кажется, что невозможно даже сейчас не только мирным путем или выборами что-то решить, но даже революцией. В Беларуси, возможно, революции только вместе с Россией или после России. Сейчас пока на данном этапе только объединиться они могут с россиянами, чтобы ликвидировать режим Лукашенко. Потому что он, собственно, это филиал путинской банды. Ну, вам слово, представьтесь, пожалуйста, Вера, нашим зрителям и послушаем ваши мысли. Интересно. Всем привет, спасибо большое. И я, Вера Портон, живу сейчас в Лондоне. Моя родом из Минска, родом из Беларуси. И сейчас я вот ЗМАГАР, участник движения за освобождение Беларуси от лукашистских захватчиков. И я очень рада, что у вас такие замечательные революционные настроения. И я, наверное, у вас нанесла вот это приветствие в Украду, только его заменю вместо Путина, а поставлю Лукашенко. И будет абсолютно замечательно работать для белорусского рядового гражданина. Я даже думаю, если не замените, ничего страшного. Потому что еще раз я считаю, не ликвидировав Путина, Лукашенко ликвидировать не получится. Ну, обсудим. Ваше, конечно, мнение для нас важно. Дело в том, что точно так же, как и вы, считают, например, англичане. Сколько я живу в английской среде, то здесь тоже Путин как бы рассматривается как тот, кого нужно каким-то образом остановить, ограничить. Они не рассматривают Лукашенко как достойного противника. Потому что они видят, насколько вот эти близнецы-братья работают вместе. И большая проблема Белоруссии в том, что у нас есть с Россией союзное соглашение. То есть если Украину еще как-то можно, ну, защитить или хотя бы по Будапештскому меморандуму попытаться какие-то вести переговоры, то с Белоруссией большая проблема, потому что у нас есть союзное соглашение. Вот мне очень интересно узнать мнение россиян насчет союзного соглашения. Что они думают по этому поводу? Вот что вы думаете? Я думаю, что союзное соглашение не играет вообще никакой роли. Вот в этих событиях, в этих оккупационных режимах никакой роли не играет ни Конституция, ни Уголовный кодекс, ни закон, ни какие-то соглашения. Они живут по понятиям. И вот вы сказали, как считают в Лондоне, что якобы не считают достойным противником Лукашенко, и что нужно с Путиным. Дело в том, что обсуждают все вершины айсберга. Это 10% политики, то, что на поверхности. 9 десятых, это подводная часть айсберга, это там, где происходят все решения, все политические события, договоренности, и вопросы о власти решаются. А нам выкидывают на поверхность для обсуждения. Я давно сказал, например, что Путина оставили на хозяйстве. И это подтвердилось последними событиями. Байден назначил ему встречу. И все решено, Путин смотрящий за всем подсоветским пространством. Мировой закулись, и важно, чтобы здесь все было под контролем. Дважды они на Путина пытались, чтобы поменять его на другую марионетку. Путина мы считаем марионеткой, предатель изменника Родины, продолжатель предателя Горбачева, предателя Ельцина. То есть с Горбачева мы стали оккупированной территорией, проиграли в холодной войне. И, как положено, проигравшие в войне нас развалили, контрибуции обложили, ограбили. И вот все эти события, они взаимосвязаны. Никаких там 90-х этих не было, не 91-го года, а 93-е. Это все показуха. Там три человека выходило, нам рассказывают, как будто это революция. В правительстве Ельцина 1200 было сотрудников спецслужб, которые кураторы обучали, как говорится, вели все это. И мы оккупированы на территории. Наши-то зрители вот все знают, но для вас все-таки скажу. Вот Путин полностью выполнил все свои обязательства. Он весь обогащенный уран на триллион долларов, об этом не говорят. Он передал Америке, по цене в 500 раз дешевле, и даже эти средства не поступили. Он уничтожил базы Лурдос, Камрань, то есть полностью безопасность уничтожил. Он утопил станцию «Мир», единственная, которая могла запуске баллистических ракет по территории нашей ранее определять и какую-то адекватную реакцию, чтобы мы могли сделать. Мы слепые сейчас. Он уничтожил все военные училища высшие. Собственно, все ресурсы вывел на Запад. То, что продают ресурсы, все продается за валюту. И большая часть остается в офшорах вот этих бандитов, подельников путинских. Золотовалютный резерв, который он кичится, он хранится на Западе. И вот нам рассказывают про золотовалютный резерв, что там 800 миллиардов у нас. Так вот, этот золотовалютный резерв является залогом по кредитам. Роснефть, Газпром и еще бюджет тоже взял кредит, который они украли. Потому что просто золотовалютный резерв разворовать сложно. А это они его вывели, он хранится на Западе, никогда не вернется. Набрали под эту сумму кредитов, они как раз соответствуют вот эти кредиты. И все давно уже разворовано. Ну, воровство разными, мы сейчас не об этом программу. А вот то, что вы сказали, союзный договор, к нему относится так же. Вот мировая закулиса оставила Путина на хозяйстве. Он должен контролировать и Украину территорию, и Белоруссию. И поэтому вот я говорю, что решать нужно. Это с мировой закулисой решено. А то, что тут ряд по воде показывают, как там европейцы выступают, какие-то правильные слова говорят, никому дела нет. Я давно сказал, спасение утопающих, делай рук самих утопающих. Сами мы не сделаем, никому мы не нужны. Вон в Северной Корее из миномета расстреливают людей, что кто-то беспокоит, какую-то общественность мировую. Да нет, просто воня оттуда не идет, и ладно. И здесь вот Путин, если будет смотрящий, будет контролировать, никому дела нет, все решено. А вот эти... Станислав, вы сейчас нагнетаете. Я очень долго ищу мировое закулисье. Вообще я начала с того, что я тоже после украинских событий прислушивалась к тому, что вот существуют какие-то люди, которые чем-то управляют, кого-то контролируют. И я все еще ищу мировое закулисье. А потом я поняла, что его нет. То есть да, есть богатые люди, у которых есть свои причуды, но нету такого мирового закулисья, о котором мы говорим. Потому что мы, по-моему, пытаемся создать себе древнегреческую мифологию и вынести сферу ответственности, чтобы она лежала не на нас, а на ком-то еще. И поэтому мы постоянно обвиняем кого-то, что вот эти плохо сделали, те плохо сделали. Но на самом деле мы сами, как народ, не белорусы, не русские, не сделали того, что надо. И мы даже не знаем, как за это взяться. Ну, на две части разделю. Согласен, что мы не сделали, и как за это взяться, мы знаем. У нас есть полностью дорожная карта революции. Полностью у нас у единственных есть цели, есть идеи, есть тактика, есть стратегия, есть инструмент. Вот этот референдум, который создать в сторону революции, объединить вот 90 с лишним процентов населения на этом референдуме против ликвидации режима. Мы добьемся сразу нескольких, несколько задач решим. Во-первых, режим нелегитивный сделаем, референдум его объявит таким. Второе, мы объединим, создадим сторону революции, на которую могут перейти силовики, военные, те, кто давал присягу. Сейчас ведь они дали присягу народу, стране, и Путин говорит, а меня выбрали вот 76 процентов, значит, вы мне присягу давали, вы должны сохранять законно избранную власть. Вот после референдума он будет нелегитивный, кто давал присягу, встанут на сторону народа. Да они и в референдуме будут участвовать. Вот у нас идет референдум, там уже все, кто голосует, практически 98 процентов, все за ликвидацию режима. Это первое. А то, что касается мировой закулисы, вот вы говорите, ее нету. Ну, можно сказать, электричества нет, можно сказать, ветра нет. Мы же ведь по объективным причинам судим. Мировая закулиса это те, кто назначает президентов, кто ставит. Вот выборы в США, это что, были выборы, что ли? Когда там... Конечно, были выборы. Да, но глупости. Когда одну сторону слушают, другую заткнули, полностью цензуру ввели. Какие это выборы? Никаких выборов не было. Они показали полностью, что там все под контролем, цензура. И даже президента, это вот это ли не доказательство, что у президента нет никакой власти. Этих президентов ставят, снимают. И мировая закулиса это те, кто печатает деньги. Вот Кеннеди единственный сказал, мы национализируем ФРС, чтобы он был, вот этот печатный станок в руках государства. Его сразу как бабочку на лету хлопнули, ну а потом уже там разные теории, Освальда, не Освальда. Главное, моментально, только он заикнулся про это. А Каддафи сказал, что они от доллара отвязываются. Хусейн тоже. Их тоже хлопнули как бабочку на лету, и причины любые найдут. Я знаю, мне кажется, что здесь есть еще одна составляющая, которую мы не учитываем. Это абсолютная инерция наших людей, наших народов, которые ничего не делают. То есть не то, что ничего не делают. Вот белорусы пробудились в этом году. Но очень многие русские люди, даже которые приходят к нам на какие-то демонстрации, они спрашивают, а что там в Беларуси, а что там вообще? То есть люди не понимают ни того, что происходит. Они живут немножечко в каком-то неведении, что ли, что в России вот такой же кошмар, который уже в Беларуси утвержден, уже принят закон, по которому силовики могут просто стрелять. То есть жизнь человеческая уже не имеет никакого значения в Беларуси. И я думаю, что точно такие же законы будут приниматься и в России, потому что они, вот правильно, вот... То есть Лукашенко, он такой пример для подражания. Я посмотрел на него Путин, так, ага, ну и все, давайте-ка и у нас так уведем. И если мы ничего не будем против этого делать, а белорусы делали, но мало делали, 26 лет, и если россияне тоже ничего не будут делать, и сейчас так все это как-то вот в мировой закулисье, а мы как бы здесь будем сидеть, а они нам перешат, понимаете, в чем дело? Все само по себе решится, но не с помощью мирового закулисья, а с помощью нас, которые не сделают то, что нужно сделать. Вот мне так кажется. Я именно об этом и говорю, что нечего рассчитывать. Вот все эти либералы, фейковые позиционеры, демократы, все говорили, как пример нам показывали образ Запада, образ Америки, которые сейчас они в дуб въехали, им больше нечего показывать, стремиться, что демократии, никакой демократии нет на Западе. Вот все эти создали движение, толерастию, новую религию практически, там придумали на Западе, для того, чтобы контролировать мир. Принцип разделяя и властвуй. Вот есть большинство белые, допустим, гетеросексуальные мужчины. Против них какую силу противопоставить? Ведь чтобы контролировать мир, нужно какие-то организации. Вот, допустим, почему бандиты могут город контролировать? Или, например, в армии, там, какие-то несколько дагестанцев контролируют всех призывников, всех служащих. Потому что они объединены. Большинство, оно не объединяется. Они против кого большинство-то объединится? Вот мы первую попытку делаем объединить, а вот меньшинства, они объединены. И вот мировая закулиса взяла на вооружение, она использует все нетрадиционные меньшинства, сексуальные меньшинства, национальные меньшинства. Вот это движение БЛМ, это же расизм с обратным знаком уже. То есть, вместо того, чтобы равенство возможностей... Подожди, Станислав, здесь я не то, что не соглашусь, я понимаю. Просто мы смотрим на этот же котел, но, наверное, с разных точек зрения. То есть, я смотрю немножечко из того места, где все это происходило. И я могу сказать, что здесь речь идет о том, о чем мы не понимаем. Потому что вот из Беларуси, из России... Ну что это за ущербное представление? Вот этим можно что угодно оправдать. Мы не понимаем. Я лично понимаю и хочу вам рассказать. Вот вы мне не дали досказать. Я вам конкретно привожу пример, вот как работает расизм с обратным знаком. Вот было общепринято, что должно быть равенство возможностей. Этого давно добились уже у всех равные возможности, в том числе у меньшинств. Они могут обучиться, занимать места, но им этого мало. Во-первых, заставляют платить долги за 200 лет каких-то за их предков. Наши предки, которые никакого отношения не имеют к тем предкам. Но даже не в этом дело. Они пошли дальше. Вот равенство возможностей, это когда все стартуют, например, вот стометровку бежать, стартуют вместе в одно время, и кто куда прибежит, кто способности, талант у кого, займут места, станут профессорами. Они придумали равенство не возможностей, а равенство результата. Вот они теперь назначают. Должно быть в институте столько-то профессоров черных, столько-то инвалидов, столько-то феминистов должно быть, столько-то лесбиянок и так далее. Это говорит о том, что на финише должно быть так. А как они придут к финишу? Один малограмотный может писать, не умеет читать, а его профессорам. В фильмах во всех нужно обязательно, чтобы были лесбиянки, геи, чтобы были обязательно... феминистка должна быть. И даже конкурсы вот эти, Оскары проводят, и там правила, если в фильме нет этого, он даже не может претендовать на приз ни на какой. То же самое... Да кругом. Вот это что, разве это не с обратным знаком? И смысл, для чего это делается? А для того, чтобы вот сейчас накачать их силой, и перед выборами, они их уже использовали, вот это движение БЛМ, вот сейчас их поддерживают, полиция расходится, дают им возможности, и для того, чтобы силы были равны, вот эти меньшинства столкнут с бывшими, так сказать, с бывшим большинством, и они будут между собой выяснять отношения, глядишь, и про мировую за кулису забудут. Вот этот принцип разделяй властву, и он давно изобретен. Я понимаю, Станислав, о чем вы говорите, я как бы понимаю, но здесь я хочу просто показать немножечко другую точку зрения. Смотрите, движение вот этих вот Black Lives Matter, оно было за то, чтобы наконец осудить того полицейского. Потому что если бы они не устроили вот такую революционную деятельность, этот полицейский, как и все остальные до него, соскочил бы и ушел бы от ответственности. А его и не за что судить было. Он действовал по инструкции, ничего он не нарушил. Задержал преступника. И умер он не от удушья, а там же есть экспертиза. Он умер там по причинам того, что он был полностью нашпигован наркотиками, сердце у него больное было и так далее. Он же не в момент задержания. Его же не душили, его порежали к земле. И поэтому за это 40 лет давать, ну это идиотизм. У нас вот взял, в лоб выстрелил недавно полицейский. Тоже вроде бы национальное меньшинство азербайджанцу. Ему грозит два года за неосторожное применение. А у вас это политика? Просто взяли его и демонстративно... Во-первых, это было в Америке. Я живу в Англии. Я вам не скажу за всю Одессу. Я могу сказать за там, где я нахожусь. Но то, что Black Lives Matter, это было большое движение. И оно, конечно же, было движением черных за просто привлечение преступника. Ни в коем случае, ни в коем случае не соглашусь. Это движение использовали, его накачали. И преступников много. А белых сколько застрелили? Массу. И если вот взять на тысячу человек, черные совершают в 10 раз больше преступлений, чем белые. И если вот разобраться в относительных, на тысячу человек, сколько черных задержали, сколько убили, и вот на совершивших преступления, так черных будет меньше, чем задерживают, чем белых получится. Я не вижу статистику сейчас, но я могу сказать, что в Америке есть своя статистика, есть... Так она... Вот вы знаете, есть ложь, есть чудовищный ложь, а есть статистика. Вот эта статистика, это как раз с помощью ее создается чудовищный ложь. Ей манипулируют. Поскольку все средства массовой информации в руках мировой закулисы, вы знаете, что все эти твиттеры, шмиттеры, фейсбуки, там 10-15% принадлежит этим Цукербергам, остальное корпорации. Вот мы анализировали, нашли, кто владеет этими корпорациями, которые 80% информационных ресурсов. Это как раз вот мировая закулиса. Это вот все, кто Морганы, Рокфеллеры и прочие. Ну, сейчас мы еще так по-пролитератски перейдем, и надо что-то окажем. То есть надо всех их что, поделиться, что он с вами наградит? да, переходим вот к тому, что вы сказали, вот проснулась в Беларуси, что нам делать? Ну, во-первых, белорусы не проснулись, вот мы обращались ко всем этим, к Нексте, к Тарасевичу, говорим, давайте вот референдум, давайте к революции. Вы думаете, кто-то? Нет, им не нужно, им нужен сам процесс, им не нужна была победа, не нужна была, вопрос о власти даже не ставился, они, вот какие мы прекрасные, мы босиком на лавочке залезаем, вот их бьют дубинками, а мы ломим, Лукашенко боится, Путин боится, Лукашенко боится, мы победим, я говорю, как вы победите? Как вы победите, если вы делать ничего не хотите? Вы даже цели не ставите, идей у вас нету, идея какая? Про выборы что ли? Ну, смешно, поэтому все это было закономерно, то, что произошло, я сказал с самого начала, чем это закончится, и тогда еще я предлагал, вот отдельно в Белоруссии революцию, говорят, возьмите на вооружение наш референдум, создайте сторону, объединитесь, и возьмите власть в свои руки, да даже... Это что происходит? Сейчас общество до этого доходит, то есть во время, когда началась вот эта вот протестная активность и борьба, общество просто не было готово, то есть оно не было готово к тому, что будет война с режимом, на тот момент все, ведь нас же всех оболванили, я думаю, что очень много оболванили русских людей, которые думают, что они живут вообще в демократии, в Беларуси тоже многие люди думали, что они живут в демократическом государстве, и да, люди подумали, что действительно выйдет на улицу, вы, вот проявится большое количество недовольных людей, власть возьмет и поменяется, и на это был упор, никто не думал, что будет год войны с собственным народом, что у нас уже не уставили, сталинизм, но сейчас, слава богу, это стало заметно, это стало заметно русским людям, которые тоже дремали, это стало заметно, что в Беларуси вот идет возрождение, возрождение сталинизма, о котором, кстати, все так мечтали, мечтали в России, сталинизм, вот сейчас он придет, он уже пришел, все, уже пошли репрессии, уже пошел вот этот вот неосталинистский концентрационный такой лагерь, строительство его, сейчас все это будет, вот и Путин с Лукашенко в своем романе будут эту позицию продвигать, вот у нас девочки на демонстрации написали, вот они вот такой вот, не знаю, видно или видно, вот такой вот плакат, вот такой вот замечательный плакат, мне он очень понравился, он напомнил мне сразу Брежнева, Косыгина, как они со всеми целовались, и Беларусь только сейчас более-менее начала просыпаться, и недавно Байпол организовал, то есть собрались силовики высшие белорусские, очень много репрессированных силовиков, которые наконец начали работать для своего народа, создавать программу, что нужно делать, то есть у них действительно уже какая-то идет на уровне, военной операции, ну такой мирной военной операции, но это ответ людей, он только сейчас начинает готовиться, потому что только сейчас люди поняли, что против них работает слаженный военно-политический организм, подавление и репрессии, они этого не знали, то есть здесь прозрение народа, оно очень дорогого стоит. Ну во-первых, ну начнем вот про то, что не знали люди, почему не знали, потому что их оболванивают, и потому что лидеров навязывают, вот даже в Украине последняя, это же никакая не революция была, революция это коренная смена общественно-политического, экономического строя, когда пришел Порошенко, я сказал, вот люди... А я, кстати, не согласна с этой... Давайте я выскажу все-таки... Она не отвечает действительно тому, что происходит, я потом расскажу на примере русской революции, что произошло. Хорошо, давайте я сначала вот отвечу то, что вы тут несколько моментов затронули, я хочу на них ответить. Вот, говорю, это была не революция, то есть началась она как революция, вопрос нужно было, люди должны были поставить цели, идеи, взять власть в свои руки, но нет, эту революцию оседлали, поставили своего ставленника, опять же, мировая закулиса Порошенко, и ничего не поменялось. Как были олигархи, ну поменялся Янукович на Порошенко, ничего не изменилось. Потом им подсунули следующего, когда накаляться ситуация опять революционная стала в Украине, подсунули Зеленского. Я говорю, ничего не изменилось, людей оболванили, лидеры, и вот все лидеры, власть портит человека, абсолютная власть портит абсолютно. Все лидеры, они на поверку негодяи, они преследуют свои корыстные цели, нет никаких благородных лидеров, которые думают о народе, народу нужно самим о себе думать. И мы вот это во главе угла поставили, что у нас диктатура гражданского большинства, у нас самоорганизовывающая структура, решение мы принимать все референдумом, и власть даже, вот мы говорим, без президента, без думы, без совета федерации. Если спокойно люди решили любой вопрос, почему они должны от себя, от каких-то представителей, даже если допустить, что законным была бы возможность избирать, а ее давно нет уже, эту возможность избирать давно, власть приватизировала и сами назначают от имени народа якобы ставленников, поскольку ни одного закона, ни одного решения вот эти представители народа в интересах народа не приняли, всегда в интересах власти. Поэтому зачем они нужны? Информационный мир наступил, он дает возможность людям не представителей от себя выдвигать, которые будут против народа этого действовать, а самим все вопросы решать. Поэтому вот эти лидеры также в Белоруссии, вот мы же говорим вам, что мы к ним обращались, но это лидеры, которые преследуют свои интересы. Они не хотели народа власти, они хотели просто сами к власти прийти, подвинуть Лукашенко, к корыту прийти. И вот поэтому мирные, и только вопрос о выборах, и только никакой революции речи не шло. И вот вы говорите, война идет. Во-первых, идет не война, а избиение. Люди не понимают, что их бьют просто. Это как вот Гитлер за три недели до Москвы дошел, поскольку никакого сопротивления, пять миллионов пленных сразу было, пока не поняли, что нужно отпор давать, объединяться, воевать. Так вот и сейчас там избивают людей, и пока они не объединятся, не поймут, что им нужны свои интересы. Не какие-то лидеры, которые являются марионетками чьи-то, ими всегда манипулируют. Байпал, вот это опять вы силовики говорите. Вот они единственное, что поняли, что война идет в информационном мире. Мы вот говорим, что весь мир дрейфует к пониманию реальной картины мира. Вот то, что мы говорим уже много лет, начинают понимать, то в одном месте. Уже режим признали оккупационным, наконец-то. И, наконец-то, отстали. Про Путина мы говорили лет восемь назад, и уже плюнули, говорим, дело не в Путине, не в Лукашенко. Нам режим надо менять. Не Лукашенко нужно менять, и не Путина, потому что придет Лукашенко-2, или Путин-2, режим-то останется тот же. Нам нужно революцию делать, то есть коренная смена общественно-политического и экономического строя. И вот этот Байпал, те же силовики, которых отодвинули от кормушки, они же ничего не сделают для Белоруссии. Они опять возьмут власть, тот же режим будет олигархический, оккупационный народ, опять будет курить в сторонке. И действуют они не сами по себе. Они, во-первых, же не говорят ни о революции, они опять про мирную, говорят, нужно оставить тот же режим, нужно вот объединиться. И как они объединяют? Вот они дошли, что в интернете что-то надо делать, вот то, что они говорят, вот как анонимно объединять, мы это говорили лет пять назад. Мы уже поняли, что только открытый референдум, вот мы придумали инструмент, и ничего другого придумать нельзя. Человек показывает лицо, паспорт, что он гражданин, и короткий ролик на несколько секунд выкладывает «за» или «против». И его нельзя сфальсифицировать, потому что БОТ определит, дважды он не может проголосовать, с паспортом никакой другой не может проголосовать. И понятно, кто проголосовал и как, каждый может зайти посмотреть. То есть это верифицированное, достоверное, защищенное от фальсификации голосование. И вот таким образом действительно воля народа. А вот этот Байпал, как он, кому он подтвердит и как докажет, что вот создалось большинство белорусов, которые против Лукашенко. Мы это и так знаем. И то, что они сейчас объявят, какие-то анонимы им там написали, которых они даже не объединяют, ничего делать не хотят. Просто скажем, вот когда мы объединимся, и Лукашенко будет передавать власть. С какой стати он будет? То есть они опять же, ничего коренного у них нет. Референдум у них неправильный, то есть они не объединяются. Дальше, я же смотрел их, вы думаете, я не видел? Они же говорят, мирная, мирная смена власти по закону. Кого они мирно хотят получить? От оккупанта, от Лукашенко? Ну это же смешно. Поэтому вот этот Байпал, ну тоже забудьте. Должен народ объединиться, белорусов. Если им нужно какие-то лидеры временные, которые поведут к тем целям, которые вот у народа. Народ объединился вокруг целей, вокруг идей, обозначил их. Возможно, лидеры, которые к этим целям ведут. Но как только лидеры поворачивают, говорят, давайте вот другое, ему пинка под жопу, новый лидер, но идут к целям. А у нас все лидеры, что Навальный, что кто, они же ведут за собой, они не обозначают цели. Говорят, идите за мной. Сегодня он профсоюзы, завтра он то-то бороться, то он, говорит, хочу к власти, то на выборы, то, говорит, умное голосование. А то взял и распустил ФБК. Все, Навальный распустил ФБК, потому что идеи не было, цели не было, люди объединены были не вокруг идеи и цели, а вокруг Навального. Навальный прекратил, все, нет никакого ФБК. Я понимаю, что проблема Навального в том, что получилось, что Навального сделали ответственным по району. То есть почему-то строится концепт изменения в стране, приклеили его к одному человеку. И сейчас у нас пытаются то же самое сделать с Тихономкой, навесить на нее все. То есть сказать, охотка выбралась, охотка пошла в президенты. Так а шо ж ты нам тут не сделала? А шо ж ты нас там это? И таким образом люди снимают с себя такую ответственность. Я скажу, что я вижу в этом, вот вы сказали, что революция, это полная смена экономической формации. А вот мне кажется, что нет. Потому что Великая Октябрьская социалистическая инвалюта показала полную трансформацию предыдущего строя в строй новый. Царизм заменился КПСС. Она еще слилась и с ним. И получился эконостас бобов, членов полипюро. Их портреты, красные уголки. Это все абсолютно религиозная какая-то мифология. После чего РАД, которое вывело, крепостничество, от которого как бы избавилась Россия царская, оно с новой силой возродилось в ГУЛАГе. Оно возродилось в институте политзаключенных, которые создавали продукцию для страны полностью на тех же основаниях, на которых когда-то создавали крепостные. Это возродилось в полный мир. И мы все еще никак не можем избавиться от того красного террора. Вот единственное, наверное, новое, что принесла с собой революция, это красный террор. Красный террор, МГДД, КГБ, ФСБ. Это такая инквизиция, структура инквизиции. И вот мы с этим в течение вековье сейчас боремся. И это единственное, что было такой новизной в революции. Все остальное революция украла либо у царского устройства, чтобы мы не строили, получается, КПСС. Что такое КПСС? Это тоже царское устройство. Сейчас опять царизм. Наверху сидит Путин. И у нас сидит Лукашенко. Лукашенко это первый белорусский царь, по-моему, на мере. И мы опять возвращаемся к тому же самому незакрытому гештальту. Мы опять не знаем, как там свербнуть царя. То, что мы делаем, мы пытаемся свербнуть царя, а царь опять появляется. Поэтому я не вижу, что здесь эволюция что-то изменила. Эволюция просто видово изменила. А суть осталась та же. Поэтому я совершенно понимаю правильно, что сейчас нам нужно прийти, наверное, к какой-то парламентской республике. Потому что нам нужно говорить о смене действительно государственного устройства. В Беларуси люди говорят, все, никаких больше президентов. Все, никогда, хватит. Я не знаю, что говорят в России, но в России тоже бы хорошо без президента. Но возникает другой вопрос. А как договориться? Вот вы говорите объединяться, соединяться. А как? Я могу объяснить тоже. Давайте. Да, я могу объяснить, как объединяться и соединяться. Существует, к примеру, платформа. Не к примеру, а существует. С помощью видео осуществляется голосование, как мы уже объяснили. И на такой платформе происходят дебаты. И выбирают лучшего человека. Например, люди могут выбрать лучшего человека в плане экономики, который будет 12-значные цифры умножать в голове. От общего к частному. От главного. Это где-то на местах кого-то надо лидеры. А мы, в принципе, что все решения решают большинством. Вот в чем смысл. И это новая возможность дает информационный мир. И как раз мы от революции, от общего начали говорить. Вера сказала, что это не революция была. Еще раз говорю, это научное определение. Революция – это коренная смена общественно-политического и экономического строя. В 1917 году, конечно, сменился и общественно-политический, и экономический строй. То, что он похожий в чем-то, но это не надо подгонять, как говорится, задачку под ответ. То, что революция, она может и со знаком минус быть. И это вы путаете, что хорошо или плохо. Если хорошо, значит революция. Плохо, значит контрреволюция. Удавшаяся революция – это революция, неудавшаяся – это бунт. С этим я соглашусь. Но революция – коренная смена. А то, что там захватили власть, а то, что пошли не туда, это уже совсем другая тема. Революция произошла. Ее возглавили, так сказать, вот как я и сказал, лидеры. И номенклатура захватила власть. Поэтому эта революция не коммунистическая. И то, что они лозунг взяли, диктатуру пролетариата, прикрылись им. Никакого пролетариата не было. Его было меньше 10% крестьяне и колхозники были. То, что они лозунги, эти фальшивые, власть народу, земля крестьянам, фабрики рабочим. Все это для прикрытия. Власть захватили пароход Троцкого из Америки. Граждане Америки, еврейской национальности. Во всех наркоматах 98% все были граждане, даже гражданство, все эти урицкие и прочие. Они все граждане были Америки, еврейской национальности. Они приехали здесь, установили самая устойчивая преступная группировка, это этническая. Вот эта этническая преступная группировка, она до сих пор у нас во власти. Поэтому вот после 17-го года, когда они захватили власть, революции не было в 90-х никакой. Вот там была действительно только перевороты, только смена облицовки. А вот революция-то опять может быть с любым знаком. Могут захватить власть нацисты, могут еще что-то. Мы-то призываем вот к революции, к новой. И как раз у нас есть и идеи, и цели, я повторяться не буду. Как раз вот, ну Саша, вот ты о чем начал говорить, если от общего к частному, да? Это новый экономический и политический строй. Политический он новый, потому что диктатура гражданского большинства, власть. То, что диктатура, мы не пришли еще к тому, к обществу анархии, когда не будет государства, границ, не будет денег, человек новый будет воспитанный, не нужно будет с преступностью бороться. Это как линия горизонта, к которой можно двигаться, она от нас уходит, возможно, никогда ее не достигнем. Но в этом направлении, вот первая станция, это диктатура большинства. Диктатура, она будет подавлять преступников, там, меньшинство, и государство еще не отмерло, а тем более мы в окружении других государств. Вот эта форма диктатуры гражданского большинства, она самая справедливая, она интересы 90% удовлетворит. Ну, кому-то не позволит эксплуатировать других, обманывать, грабить и так далее. Кто-то недоволен будет, какие-нибудь 5%, но диктатура, вот она в этом смысле. И кто, как говорится, женщину ужинает, тот ее и танцует. То есть, кто проводит выборы, тот и выигрывает выборы. Кто, вот когда будет выбор проводить диктатуры большинства, организовывать и проводить, тогда будет действительно интересы большинства, будет действительно справедливый результат, за кого больше, потому что это большинство, власть у большинства. А сейчас, пока власть у меньшинства, все происходит в интересах меньшинства. И конституция пишется, хотя они без конституции все делают, потом ее подгоняют. И законы, и могут без законов по понятиям разбираться с людьми. И все делается в интересах вот этого меньшинства. Меньшинства глобально на планете, меньшинства, посаженного этими меньшинством, которое владеет планетой, на каждые отдельные улусы. Вот один из улусов, это путинский улус, который контролирует и Лукашенко, и Украину. А на самом деле существует последовательность событий, я вот не договорил. Начнем с выборов. Существует инструмент выбора. И никто не может доказать, что вообще они в целом существуют, и они правильные. Но никто не может доказать. Есть диктатор, который с помощью таких лживых выборов взбирается в свое кресло. И который набирает из числа обычных людей себе охрану, пополизов там всяких и прочих деятелей, бюджетников, так сказать. И дает им денежки, какие-то подачки. Они все на него молятся, потому что они живут немного лучше, чем все остальные. Чтобы все это разбить, чтобы охрана его не охраняла, чтобы он не имел права занимать эту должность, нужно лишить его легитимности. Как можно лишить? Нужно вообще их убрать просто. С помощью, ну понятно. Я не говорю, что нужно кого-то оставить. Я так и не могу договориться. Нет, должность, да. Убрать, оставить это уже люди будут решать. И пожалуйста, с помощью такого инструмента можно лишить легитимности любого диктатора. Тогда он уже не имеет права занимать это кресло и эту должность. Значит он не имеет права на охрану. Значит он не имеет права подписывать какие-то указы, распоряжаться имуществом, которое принадлежит всему народу. Все банально просто, но этим инструментом пользоваться никто не хочет. Мы кому только не писали, никто не поддерживает. Вот Тихановская, они немного слезали у нас тему и решили запустить такое онлайн голосование. Я не знаю, там в Телеграме или на сайте на каком-то придумали. О, платформа голос. Да, человек заходит, ставит лайк и все. Это Байпал как раз этот. Да, ставит лайк или что-то он еще там стоит. То есть оно анонимно. Гражданин какой страны проголосовал? Один раз он проголосовал или 10? Да. А был ли он этот гражданин? Платформа голоса, они верифицировали граждан, это верификационная платформа. Ну, телефоны они там, да, собирают и опять это утечка данных, так же как вот Навальный собрал. И вот мы говорим, но если ты собрал людей, все равно вот эти списки ушли режиму всех, кого на голосование хотели на митинг. Список, кто пойдет на митинг за Навального. То есть люди пострадают точно так же, как если бы они делали революцию. Причем мы-то, вот по Конституции у нас написано в Конституции, единственным источником власти является многонациональный народ, который осуществляет эту власть с помощью референдума в Конституции. Вот мы как раз этот референдум. Кстати, никого у нас не репрессировали, не наказали, потому что они боятся внимания привлечь к нашему референдуму. И мы понимаем, что они могли бы наказать, но не по Конституции, не по законам. Могут подбросить наркотику, наркотики, могут еще в чем-то обвинить, потому что они понимают, что мы противники этого режима. Но они другую стратегию выбрали, информационную блокаду против нас, чтобы про нас не узнали, не услышали, чтобы медленнее распространялись наши идеи. Но никто не пострадал. А вот за какой-то митинг, который не имеет цели, вот мы говорим, результат-то какой деятельности? Никакой. То есть сам процесс, это по принципу вы любите детей, нет, но сам процесс. То есть им процесс нужен, а результата нет у них, они не хотят родить-то ничего в результате. У нас, мы говорим, меньше риска, но зато у нас результат, власть народу, ликвидация режима. Для чего участвовать вот в этих списках у Навального, вот они, которые слили, опять же, лидеры. У нас здесь сетевое, все большинству принадлежит, а там принадлежит Навальному, лидерам. Вот один продался, все слил, один закрыл все это движение ФБК, все закрылось. И там также вот эти лидеры, их сейчас отстранили от кормушки, потом одному скажут, давай мы тебя возьмем, купим. Он вместе со всеми этими списками опять придет к Лукашенко на должность какую-нибудь, и все на этом закончится. А мы-то говорим, то, что нельзя закончить, это сетевой, общественный, вокруг идеи, не вокруг лидеров. То есть я не вижу никакого противорища, я как раз таки не спорю, я давно пришла к выводу, что надо строить именно цифровое государство. Вы говорите о цифровом государстве, вот такое в Эстонии построено, а я не знаю, там в Швеции уже как бы такое же построено. Нет, нет, вот это опять лукавство, чтобы людей в заблуждение ввести. Там единственное, что проводят референдумы. Референдумы проводят и, слава богу, иногда принимают их референдумы. Но у нас проводили референдумы по названию аэропортов, не понравилось им, как прошло, идите нафиг. Начали про Невского, про лицо, что ли, России кого-то, не понравилось, нафиг. Потом референдум был даже Конституции, не этой, а 1991 года. Там, во-первых, проект Конституции людям показали, не саму Конституцию. Не было кворума, голосовало там 30% от населения и не было даже результата, ничего не публиковали, приняли, сказали, что это референдум. Поэтому вот в той же Швеции сейчас власть принадлежит все равно ни большинству, ни людям. Им разрешили проводить референдумы. И пока, слава богу, говорят, видите, мы принимаем. А завтра скажут, пошли нахрен, все, здесь вы дебилы народ, вы не понимаете, вы глупость. Поэтому там все равно такой же режим, который вот так вот раз, эти референдумы, они услугу, то есть видимость создают, делают, вы можете. Но власть-то нет, выборы эти проводит не большинство, опять же, проводит власть в своих интересах. И единственное, что видимость создается, говорят, вот референдум провели и мы приняли. Но пока это совпадает с их интересами, они принимают. Не будет совпадать, они все это отменят моментально. Вы меня сейчас запугаете, потому что то, как вы это все представляете, то все, выхода уже никакого. Как-то никакого. У нас вот все полностью пошагово. Как на вашей платформе, больше нет никакого. Нет, никакого. Я совершенно не отрицаю, то есть я никак не против. Я очень даже за всевозможные демократические изменения и за самые возможные демократические изменения. Главное, чтобы реально демократические, не слово демократические, потому что ничего в мире демократического нет. Этим словом прикрыли все. Поэтому мы вот отказались от этого слова, которое ничего не значит. А говорим конкретно, чтобы было понятно. Диктатура гражданского большинства. То есть людей как раз вот. А эти слова, они настолько опошлены уже и ничего за собой не несут. Понимаете, здесь очень важный вопрос, каким образом будет охраняться вот это гражданское большинство и инициативы гражданского большинства, и каким образом мы защитимся от диктатуры в будущем. Вот смотрите, ответ очень просто. Кто сможет власть у большинства отобрать? Кто? Если власть у большинства, голосует большинство, ведь меньшинство отбирает власть обманом, оно говорит, что большинство за них, они должны фальсифицировать, они крутятся как лещ на сковородке. А когда у большинства власть никакого инструмента нет, у нас президентов нет. Если управлять, мы избираем, допустим, главу кабинета министров, вот все министры, которых избрать можно, и то, вот мы говорили не то, что их избирать, а там конкурс должен быть по их квалификации, должен делать то, нас не волнует его, как они рассказывают перед выборами, я хороший, я такой, все они в душе подлецы. А оценивать только профессиональные качества. Вот конкурс провели, он поставлен министром сельского хозяйства. Народ решил референдумом, как должно развиваться, что должно на экспорт, что там, ну, какие-то направления ему дали базовые. И за ним наблюдают, во-первых, он должен работать в облаке, то, что он на работе, все отражается, любой может посмотреть, и у него голосование у каждого висит. Вот больше 50% за него, он работает. Как только меньше, все с вещами на выход, и то, если не совершил преступление, если старался делать то, что решили на референдуме, осуществлял, ну, не смог, ну, не смогла, ладно, иди, сразу заменили. А если ты что-то там накосорезил, то это сразу в трибунал. И как? Сейчас ведь власть у меньшинства, у них все силовые структуры, а у нас спецслужбы. Спецслужбы нужны только, чтобы защищать власть от народа. Если власть народу принадлежит, зачем нам спецслужбы? Спецслужб не будет. Силовые структуры у нас только будет правоохранительный, нам нужна только охрана порядка. Вот мы проводили, совещались, даже мини-голосование проводили. Нам не нужно, во-первых, пенсионный фонд нам не нужен, вот не нужны все эти здания, машины, потому что 90%, ну, 85% точно от того, что собирают в пенсионный фонд, идет на содержание этих обалдуев, на их дворцы, машины, зарплаты и на воровство. И только 15% идет на пенсии. Ну, зачем нам это? Ну, государство само напечатает пенсии, возьмет на себя ответственность, налоги собирать не надо. Потом налоговую убираем, и пенсионную, и налоговую, потому что предприниматели, они больше 50% сил тратят на то, чтобы уйти от налогов. Потом содержатся структуры за счет бюджета, которые их преследуют, которые их находят, которые их судят, которые их потом в СИЗО, в тюрьме содержат. Мы сразу в 10 раз эффективность повысим. Налоги государство, раз принадлежит народу, значит, ну, сколько нужно денег государство, столько напечатало. И это, то есть, инфляционный налог. Это будет в 100 раз меньше ущерба, чем вот та система, которая есть. То есть, не нужен ни пенсионный фонд, ни налоговая. С судами отдельная история. Ведь какой ужас, вы представляете? И они говорят об этом. Состязательность процесса. Говорят, в чем справедливость суда? Состязательность. Вы представляете, с похмелья какой-то адвокат там, какой-то прокурор. Вот человек сидит, его судьба зависит. Нет тяжести совершенных их преступлений, нет уголовного кодекса. От состязательности. Как адвокат состязается с прокурором, сколько судье занесли. Да нафига они нам нужны? Это же абсурд и глупость чистой воды. Поэтому у нас должно быть аналоговое законодательство. То есть, мы пропишем всю программу, как искусственный интеллект. Программа будет аналоговая, где будут занесены миллионы правильных судебных решений на все варианты случаев жизни. То есть, вот этот искусственный интеллект принимает решение, есть преступление или нет, возбуждать дело или нет. Меры пресечения, то есть, под стражей держать или нет. И остается только следствие. Следствие провели, данные следствия опять искусственному интеллекту в программу. И она выносит решение, которое не зависит от близости к власти, от взятки, от того, какой судья. То есть, и судьи не нужны. То есть, ни адвокаты, ни прокуроры, ни судьи не нужны. Только искусственный интеллект и следствие. Значит, остаются правоохранительные органы и следствие. Все. Ну, сейчас создадите мировое закулисье. Оно уже будет электронное мировое закулисье. Как-то. Мы не против этого закулисья. Большинство, пускай называйте его закулисьем, власть у большинства. Сейчас власть у кучки, которая вместо того, чтобы идти к прогрессу цивилизации, они сокращают потребление. Ну, вот зачем им осваивать, я вот главную мысль скажу, зачем им осваивать космос, океанию. Вот если власть у большинства, население растет, и чтобы людям, им придется осваивать новые ареалы обитания, океанию, космос, развиваться, идти по пути прогресса цивилизации. А если власть у меньшинства, они думают, да нафига нам нужно. Все вот новые изобретения, они под ковер, это давно уже, вот многие скупают в интересах концернов, агломератов разных, не дают дорогу, патенты скупают. А зачем им развиваться? Они давно уже объявили, что у них задача сократить вот 7 миллиардов до миллиарда, им потребление сократить, а сейчас уже про полмиллиарда говорят, а скоро роботами заместят. И зачем им? Нужно просто сократить потребление. Ну, главное население сократить, и вопросы решены, земли им хватит, им и их потомкам. То есть они вот по этому пути хотят идти, регресса, а если мы хотим идти по пути прогресса, то власть должна быть у большинства. Это вот ключевой вопрос. Идет война, победит кто-то один, либо власть у меньшинства будет, либо у большинства. А это ключевое. Вот здесь очень интересно насчет самого большинства. То есть я пока не вижу, чтобы русские люди объединялись в какое-то гражданское общество. Потому что мне кажется, все еще очень важны такие, ну, у Белоруссии такое было выражение, моя хата с краю. А в России, наверное, вот, ну вот, живу себе, все у меня нормально, и не буду я думать про политику, и не важно мне ничего. Поэтому я не знаю, каким образом, сколько в России, 150 миллионов? Ну нет, так, ну не важно. Вот нам... К одному какому-то знаменателю. Я как раз-таки за демократические институты, которые решают... Вы правильно говорите, что с демократией большие проблемы? Особенно вот в Белоруссии и в России, потому что я вижу, как, например, работает демократия в Англии, и они здесь тоже жалуются, говорят, что у них полицейское государство. Но это настолько демократические институты, что просто можно все проверить, все решается действительно в разных частях Англии, решается на местах, есть местные выборы, потом идет это все дальше. И я могу сказать, что да, прямо своих политиков местных, знаешь, лицом, потому что к ним можно прийти. Власть общается с народом, не игнорирует народ, а общается с ним. И вот именно на местах, мелкими вот этими вот партиями, мелкими порциями, потом поднимается наверх какое-то решение о той партии, которая будет избрана. Поэтому сказать, что все прямо в один день на всей территории придут к какому-то выводу, это то, что вы говорите, оно, наверное, ну это такое, немножко такое из космического будущего. Но то, что происходит сейчас, надо исходить из того, что сейчас происходит. А происходит сейчас то, что и в России люди в святом неведении. В Беларуси немного начали концыпации, но пока мы не знаем, каким образом остановить вот эту вот диктатуру ФСБ и КГБ. Вот этот вот БУЛАГ, который они строят. Ну, знаем, я вам только что рассказал, сейчас, Саша, я могу только повториться, как остановить. У нас есть дорожная карта революции, программа есть, цели, идеи, инструменты, все есть. И именно так остановить. А то, что пока не прозрели, ну их 30 лет зомбировали, а может быть и больше. И то, что мы вот несколько лет пытаемся, ну не сразу Москва строилась, как говорится, дорогу осилит идущий, делает, что должен и будь, что будет. И главное, что это объективно, путь один. Так или иначе, мы вот показываем, каждый эфир рассказываем, как все приходят к тому пониманию, постепенно, шаг за шагом. Мы забежали просто слишком далеко вперед. Вот и вы, наверняка, несколько шагов сделаете после эфира, что-то вынесете. Конечно, я интересуюсь вашей программой, это на самом деле очень интересно, потому что возможно только в дичитал сфере, в этой вот электронной сфере по проводам мы сможем вообще высказать свою истинную точку зрения. Потому что YouTube сейчас является таким индикатором того, что интересно, что неинтересно. И вот вы еще про демократию сказали в Англии, в чем разница? Вот есть политика кнута и пряника, просто в Англии там пряник используют, в России только кнут, где-то кнут и пряник, но везде власти у народа нет, это принципиально. Захотят они, пряник в любой момент на кнут заменят. Поэтому нам нужно обезопасить себя от этого, взять власть в руки народа и не ждать вот то, что тут главные ключевые вопросы у них решены. А то, что они вот эти пряники дают, показывают на местах, вот какие-то, это дымовую завесу. Что там решается, какие вопросы? Это то, что не интересует мировую закулису до поры до времени. Вот их заинтересует, когда нужно будет глобальным вопросом к сокращению потребления. Вот в сокращении потребления они занимались угрозой людей терроризмом пугают, эпидемиями, потеплением. Это вот все из одной для того, чтобы управлять обществом и к глобальным вопросам. Еще один важный аспект, Станислав, аспект такого характера, а люди не хотят заниматься государственным управлением в большинстве своем. Пока, потому что им нужно объяснить, им нужно объяснить, что они не могут, никто за них делать не будет. Что это менталитет надо менять, это сложившийся менталитет. И вот его складывали веками, и ведь появились вот эти религии тоже не просто так. Это для того, чтобы управлять людьми. И вот какие-то сложились принципы, это вот у нас сейчас мы считаем, что такое хорошо, что такое плохо. Не убей там, не укради. А может быть могло сложиться совсем по-другому. Например, в животном мире разве можно сказать плохо, не убей там льву или кому. Там это вполне справедливо. И все могло у нас быть. Просто вот сложились такие, их в 10 заповедей оформили, во все религии распространили. Это сейчас вот уже эти выдохлись, эти заповеди, так сказать, другими рычагами надо управлять. Вот новую религию нам насаждают, вот эту толерастию. Потому что поворот они хотят сделать сейчас, да. И менять менталитет в свою сторону. А мы должны вот в свою сторону поменять менталитет. Идет борьба. Вот мировая закулиса как раз новую свою религию, толерастию вкидывает. Я думаю, что здесь мировая закулиса это такой замечательный, ну, как бы, это англичане, экспьюз, чтобы ничего с ним не делать. Потому что никто нам, например, не мешает, вот собрали досье на Лукашенко. Понимаете, вот его можно было собрать там 10 лет тому назад, 20 лет тому назад точно, да. Но его собрали только в этом году. Вот уже подали. Холезин подал. Куда подали? Кому оно нужно? Ну, вытрут задницу этим досьею. Могу я тоже, да. Ладно, смеяться-то. Подождите, Гаагу подали... Ну, значит, Гааги, когда Гааги скажут, вот, судить Гитлера, например, да, тогда Нюрнберг. А сказали, не трогать, и никакая Гаага ничего решать не будет, и даже соваться не будут. А, извините, все собирается не за одну секунду. Гелорусский женский фонд... Это все фуфло полное. Уже есть практика. У Германии тоже. Можете забыть об этом. Но под пункт у нас набрать точно такое-то. Они говорят, все на выборы, вот мы победим. Я говорю, ну, после выборов что будете? Говорят, они опять к следующим. И вот, или Ишак сдохнет, как на середину, говорит, или по дешах, или, говорит, я умру. Это когда он, говорит, Ишака научу за 10 лет говорить. Ему, говорит, как ты научишь? Он говорит, ну, за 10 лет или я умру, или Ишак, или по дешах. Поэтому спрашивают несколько. И вот эти все оппозиционеры про выборы, вы говорите, какие-то письма писать. Да забудьте. Спасение утопающих, делай рук самих утопающих. Пока сами мы не сделаем ничего. Ну, письма писать, что ли, делать? Ну, это смешно, забудьте, уже все написано. Революцию надо делать. На Лукашенко никогда не было подано никакого заявления, никакого документа, никаких доказательств его преступлений. А то так не знают там, а то там лохи сидят. На кого надо, они, несуществующие преступления. Не надо им в Ирак было вторгнуться, пробирку пустую помахали, сказали, все, там оружие биологическое вторглись, и все, что надо, сделали. Хусейна повесили. Поэтому, что вы сказки эти слушаете? Все они там знают. Надо было бы им, если было им интересно. Давно бы уже решение вынесли, и давно бы его захватили, ликвидировали. Полностью все механизмы воздействия на все. Все, вот ничего не так. Просто нет этих механизмов, забудьте, нет этих механизмов. Есть только один механизм. Механизм. Ну где, когда вы решили, что вот эти механизмы, пример приведите? Ну нет же. Поэтому это только для того, чтобы растянуть по времени, чтобы вот лохов разводить. Нет, я считаю, что общественное мнение формируется. Я считаю, что формирование общественного мнения это очень важно. Мнение, да, но надо действовать. Вот действия могут быть только одни. А это вот как раз мнение, это как импотенция, вот заниматься этим, рассказывать, как вот пришли. Невозможно всех в один день на всей планете научить есть больше. Невозможно. Точно так же невозможно всем сказать, все, у меня классная платформа, давайте все заборы ко мне. Могу я, да? Да, давайте, Саша, дадим слово. Я поговорю, потому что у меня так и не получается высказаться. Начнем с того, вот вы говорите, что люди, они ничего не хотят. Причина того, что они ничего не хотят, я вам скажу, потому что они не верят в то, что они вообще что-то значат в этом процессе. Они не верят, они там ничего не значат. Общественное мнение, вот, например, у нас есть всякие левада-центры, которые тоже формируют общественное мнение. Опять через телевизор говорят, да вы знаете, вот 70% вообще за ГУЛАГ и все нормально. Ну вот. Дело в том, вообще, то, что почему, вот нужно вопросом таким задаться, почему за всю историю своего существования оппозиция не предложила альтернативное голосование? Параллельное, мгновенно, потому что все кипиши, все митинги, льется кровь, как правило, из-за результатов голосования. И все понимают, что они фальшивые, вот, из-за этого весь кипиш. Никто из оппозиционеров за всю историю ни разу, хотя у них было очень много шансов, что у Навального, что у Тихановской, мгновенно провести параллельное голосование. Они не ставили задачу смены режима, они даже о власти вопрос не ставят, ведь политика вопрос о власти. Они называют себя политиками, ни один из них вопрос о власти не ставит. Какие они политики? Они клоуны, но это же научное обоснование. Политика это вопрос о власти. Если они не говорят о власти, ну какие они политики? Почему они себя политиками вообще называют? Почему они себя называют политиками? Потому что они политикой занимаются. Политикой вопрос о власти, они не говорят о власти. Ну, подождите, не кричите. Дело в том, что были в Беларуси люди, которые говорили о власти. Был Северинец, был Стацкевич, Зинон Поздня говорил о власти, недавно Сергей Тихановский говорил о власти, Валера Цикала говорил о власти, Абабарейка говорили о власти. Их просто всех пересажали. У нас осталась Света, потому что она осталась просто... Это был случай. Лукашенко просто решил, что она дура, и никто за нее голосовать не будет. И Света сказала, да, я дура, но я попробую. И Света выиграла. И потом уже появились, уже платформа «Голос» начала создаваться, но было параллельно с этим, был байпул. Народ стоял возле своих избирательных участков, и просто людей, которые выходили, спрашивали, за кого ты голосовал? То же самое делали в Лондоне, то же самое делали в Швейцаре, в Швеции, в Испании. Ну и чем кончилось, вы видите, чем кончилось? Надо понять, что это тупиковый путь, что нужно революцию делать, а это все анонизмом заниматься бессмысленно. Это может быть первая белорусская революция? Это не революция никакая, нет. Это не революция Белоруссии вообще. Потому что Беларусь была то под поляками, то под Россией, и у Беларуси своего государства долгом никогда не было. Царя даже не было. Вот сейчас мы свергаем своего первого белорусского царя, Александра Николаевича Лукашенко. Ну пока еще нет, даже вот этот байпул, он не ставит вопрос о свержении. Они опять про мирные способы о том, чтобы договориться. Они, конечно же, ставят вопрос о свержении. Просто вопрос о свержении нельзя поставить напрямую. То есть его нельзя поставить. Все, вы сейчас кто-то сам. То есть это нужно все равно использовать те механизмы, которые признаны легальными. Нету таких механизмов. Нету. Нету в этом оккупационном режиме. А идем еще и до нелегальных механизмов. Я уверена в этом. Ну нелегально это все условно. Вы хотите его придать в суду? Вот ключевое. Вы хотите его арестовать? Вера, ключевое. Нелегальные с точки зрения нелегального режима. Ну что вот нам рассказывают. Вот Иларионов недавно, мы пример приводили, наконец-то он дозрел. Вот Иларионов, который топил вот за эти 198 мирных ненасильственных методов борьбы Шарпа, рассказывал, как вот все эти белорусы необыкновенные мирные методы, вот эти Шарпа, он заявил о том, что да, провел анализ, там 400 случаев, оказывается, ненасильственные методы на самом деле ни разу не привели к смене, к революции, к смене режима, что все это фуфло. И вот его там Соловьев, сеть подкинулись, говорит, вот он преступник, его надо судить за государственную измену. А вопрос, кто судит. Вот победит революция, за государственную измену будут судить как раз вот Соловьевых все. Вот с их точки зрения нелегитивно менять преступную власть. А мы считаем, что мы как раз в своем праве и в Конституции записано, что главный источник власти народ, и мы решаем убрать власть, но не можем. И как раз нелегитивны они, и вот эти методы все их, которые они там Конституции, поправки придумают, подгоняют под то, что уже по факту де-факто свершилось, вот они эти законы преступные осуществляют, не озвучивая, сейчас они их поправками, опять забыли половину, опять сейчас принимают в нарушении Конституции опять новые законы, скоро опять надо будет подгонять Конституцию под это. А куда девался, я тоже не могу понять, куда девался институт, который должен охранять Конституцию и законодательство, нет у нас, нету никаких институтов, у нас ни одной ветви власти нет, у нас есть оккупационный режим, а это его вместо суда у нас карательный орган, он же не судит, он карает. Конституционный суд это путинский суд, по правам человека при президенте это вообще смешно, они принимают, вот про ГУЛАГ поддержали, вот про создание ГУЛАГа. Какие, то есть нет никаких неконституционного суда, поскольку Конституционный суд это единственная его задача охранять Конституцию. Путин меняет Конституцию без всяких вот этих оснований, там без референдума, без всего. А куда выходить, надо революцию делать, куда выходить-то, зачем, шариками помахать что ли, ну не выходить надо. Лукашенко убил парламент, он убил Конституцию, он убил уже все средства массовой информации, я думаю, что в России будет то же самое. Да, в России то же самое и есть, вот вы не думайте, что вот Лукашенко пример показывает. Вот я всегда говорю, наиболее опасные опыты производят на наименее ценных членах экипажа. Вот Путин, то есть вот как я сказал, при Ельцине здесь полностью кураторы были западные во власти. Киссинджер Путина привел к власти, потому что Ельцин, другой у него был преемник, но Киссинджер специально прилетал, Путин его встречал в Пулково за рулем, они вдвоем разговаривали. И вот этого бандита он выбрал его, потому что он в Дрездене засветился уже там как предатель-изменник, он там материалы БНД передавал, и в Питере засветился как бандит Путин. И его Киссинджер взял, думает, он ручной домашний будет, его привел к Ельцину. И, так, о чем мысль упустил? Я сейчас подпишу вас, посмотрите, какая гениальная инициатива. Идите, за Лукашенко 11 миллионов собираем евро. А, вот, я вспомнил, да. Вспомнил, о чем мы говорили. О том, что... Нет, не вспомнил. Ну да ладно, я продолжу про 11 миллионов евро. Путин вот недавно дал 500 миллионов долларов Лукашенко на днях. Можно ли с помощью 11 миллионов евро арестовать Лукашенко, произвести арест? Кто это будет делать? А мы попробуем. Давайте попробуем. Я считаю, что давайте попробуем. Давайте попробуем и так. Давайте все попробуем. Вер, я вспомнил, что я хотел сказать. Про то, что опыты наиболее опасны и на наименее ценных членов экипажа. Вот, когда Путина ввели к власти, поскольку его в последний момент выбрали из Питера, привезли бандюгана, никого неизвестного, значит, спецслужбы ему сказали, ну что, сейчас вот Ельцин объявил его преемником, ушел, и у него рейтинг был меньше 2% у Путина, когда его никто не знал. И какую операцию? Взрывать дома в стране. То есть это Путин организовал, взорвал дома у нас, объявил виновными чеченцев, развязал войну и, говорит, будем мочить всех в сортире. И выиграл выборы вот после этого. То есть на нем американцы испытали вот эти опасные методы, можно ли, имея в руках все СМИ, ускорестись и вот такие операции. Получилось. После этого в Америке вот эту спецоперацию башни-близнецы, Пентагон там взорвали, объявили виновными Аль-Кайду, Бен Ладена. Бен Ладен с 95-го года никто не видел, как он в Афганистан ушел там с несколькими старатниками, там погиб. И после этого только прикрывались Бен Ладена, все свои операции ЦРУ осуществляло. В 2011 году выдохся Бен Ладен, терроризм, надо было закрывать тему, сказали, ну мы его убили. Труп никому не показали, потому что его не было давно уже никакого Бен Ладена. Это операция ЦРУ была. Вот на Путине и спробовали взрывать дома, у себя сделали. То же самое вот про Лукашенко, вот эти вещи. То, что операция, это возможно и не Лукашенко, а совместный Путин. Единственное, у Лукашенко одно условие, он знает, что азиатские вот эти диктаторы власть теряют вместе с жизнью, вместе с наворованными активами. И он единственное, оставьте меня у власти. Остальное, как Герасим, на все согласен. Поэтому вот то, что там осуществляется, это наиболее опасные опыты на наименее ценных членах экипажа. Путин это сам, возможно, и организует. И он присылал, вы знаете, журналистов, когда там бойкот у вас был. Потом он присылал вот этих космонавтов, которые избивали зверски, гопников. А членцы у нас тоже орудовали. Вот, я про это и говорю, что это так же, как вот Путин там под контролем спецслужб, дома взрывал у нас в России. Так же Лукашенко под контролем, и он знал, что он делает, за ним стоит за спиной Путина. И почему я вот потом понял и сказал, что революция отдельно в Белоруссии невозможна, только вместе с Россией или после России. Хотя я вот сначала предлагал им вот этот метод. Это неизвестно. Я всегда говорила, если сейчас Путин войдет вот в Беларусь, то все, Кремль наш. Потому что мы таки до Кремля уже дойдем. Лукашенко всегда хотел стать королем всей Руси. Он хотел стать старем. Да это имидж только его. И Лукашенко найдет. То есть, если у Путина есть стратегические планы на выход в Балтике, в Польше поближе к НАТО, то у Лукашенко один стратегический план – стать президентом России. Нет, таких планов нет. У него план один – ночь простоять, день продержаться. Еще раз говорю, у него задача, пока он у власти, он сохраняет наворованные активы и жизни. И он потеряет это вместе. Вот Путин почему не последовал примеру Ельцина, Горбачева? Ведь Путин тоже, мировая за кулисы, говорит, мы тебе так же, как Горбачев, он масонские ордена, там форт ему целый выделили, как сыр в масле купается. Ельцину гарантировали безопасность. И Путину так же гарантировали безопасность. Вот первая попытка была как раз вот перед событиями в Украине. Они говорят, отдай власть Навальному, а то ситуация накаляется. Навальный вышел в интернет, рассказал, что он гарантирует безопасность. Путину, всем этим активом, дружкам его. Потом выступил перед олигархами, говорит, ничего национализировать не будем. То, что вот чековыми залогами, аукционами, чековыми приватизациями все украли имущество. Национализировать не будем, налог заплатите. То есть он шел к власти. Его вели так же на смену, как вот Путина на смену этому Ельцину. Но Путин не поверил в мир информационный. И он решил, что его судьба не как у Горбачева и Ельцина, а как у Каддафи и как у Хусейна. И что судьба его, наверное, ему черенок вот снится, который засунули Каддафи-то. Поэтому он цепляется за власть, так же, как и Лукашенко. И вот это главная их стратегическая задача до конца сохранять власть. Я совершенно согласна, что надо... Да, я понимаю, у них именно такая стратегическая задача. К сожалению, иначе уже власть сменялась. Но в России смена власти это тяжелая болезненная проблема. Такая же... Ну, Беларусь просто взяла пример. Хотя поначалу у нас был Шушкевич, которого переизбрали. То есть у нас был какой-то выборный опыт в Беларуси. Но мы, к сожалению, абсолютно прекрасными демократическими выборами, с демократической конституцией 1994 года избрали себе тирана-диктатора, который в 1998 году заключил соглашение с Россией, думая, что он также будет еще и в Кривле немножечко сидеть. Союзное соглашение. И все обязательства по Мудапештому меморандуму на союзном соглашении закончились. То есть все. Мы как бы считаемся теперь с Россией. И Беларуси задурили голову, что это очень выгодно. Россиянам задурили голову, что вообще шикарная идея. И мы продолжаем жить вот в этой вот задуренной какой-то вот ситуации, когда не мы не понимаем, что происходит. Нет, не узкие не понимают, что происходит. И получается такая вот сидим и не знаем, что делать. Мы вот все понимаем, вроде картина отчетливая, вполне ясная. Еще раз говорю, забудьте про эти соглашения. Бумага не стоит, вернее вот эти соглашения не стоят бумаги, на которой они написаны. Все решается калуарно, закулисно. И что-то вы говорите. Дай билетик, я бы туда уже пошла, по эти хуары. Вот Будапештский меморандум вы вспомнили. Кто про него вспомнил, когда вот Украину напал Путин? Ведь там же записано, там же и Америка подписалась, и Франция, о том, что они гарантируют безопасность, территориальную целостность Украины в обмен на то, что он ядерное оружие сдаст. Ну и где? Поэтому, ну забудьте вы про эти бумажки. Ничего они не стоят, бумаги, на которой они написаны. И про ГАГу тоже. А Украина ничего не делала. Почему они обращались, их послали, никто и зовут их никак. Вон Зеленский тоже сначала Пёрский распушил, а ему сказали, ты что, тот смотрящий Путин, и он все уже к Путину, он никуда уже не лезет. Вначале-то он как тут хорохорился? Нет, понял, объяснили ему. И вообще, что он там, в общем-то, тоже марионетка, и лезть ему никуда не надо. Да, я хотел еще добавить по поводу того, что был в начале разговор, что какие-то репрессированные силовики создали движение, в которое будут включаться люди, чтобы свергнуть силовым путем. Во-первых, силовой путь всегда легкоуправляемый. У Лукашенко есть союзник Путин. Вот, к примеру, сейчас представим такую ситуацию. Начинается силовое вмешательство со стороны оппозиции. Следом идет обращение Лукашенко к Путину. Они не говорят, кстати, вот, чтобы не путаться, про силовое они не говорят. Я хочу договориться просто. Я просто, я сказал 10 слов за весь эфир. Вот. Путин отправляет на подмогу своих силовиков. Это сопротивление жестко давится. И Лукашенко говорит, у нас нет другого выхода, кроме как примкнуть к Российской Федерации. Все, все в дамках. А те, кто организовал это сопротивление, они все в тюрьмах. Вам так не кажется, что такое может быть? Нет, не кажется, потому что протестное движение в Беларуси идет давно. Мне тоже не кажется, потому что это фейк, это все фуфло, это только процесс. Они никакого о силовом вмешательстве не говорят. Я говорю. О присоединении тоже ни Путин, ни Лукашенко не говорят. Путин понял, что для Лукашенко это вот красное, что он должен смотрящим быть здесь, за этой территорией. Никакого присоединения не нужно. А так, по калуарным договоренностям и так Лукашенко, как Герасим на все согласен. А официально его не лишают этого статуса, потому что он так же, как и Путин, Путин его понимает для них, для обоих. Потери власти это потери жизни, потери наворованного всего для их потомков. Очень хорошо сказали, потому что большая ценность Лукашенко еще и в том, что он из Европы, вот он осуществляет этот переход европейских товаров, которые по санкциям не положены, в России. Что создает ощущение русским людям, что санкции не действуют, что все нормально, что все очень хорошо. И этот поток вносит большие-большие доходы. И этот поток товаров из Европы, транзитом через Беларусь в Россию, это и есть то, почему Путину нужен Лукашенко. Больше он ему не нужен? Низачем. Если Лукашенко не остерегает интересы России... Ну верно, но совсем не так. Но совсем не так. Ну кто ввел запрет на продукты-то? Вы что, думаете, это западное государство санкции ввели? Это Путин бомбит Воронеж. Это решение Путина не пускать продукты. Так зачем ему вот этот огород городить на колесах, чтобы через Лукашенко продукты? Это Путин лишил граждан России продуктов. Так это решение Путина. Это не санкции. Санкции там совсем другого касается. Это ответ на западные санкции. Это Путин бомбит Воронеж. Это его решение. Это он не пускает продукты западные якобы. И зачем ему вот этот огород городить? а потом про моральность вот ну и что просачивается но это путин другая нужно вот это политической составлять что он запретил вот эти продукты а если мы не нужны он откроет их напрямую повезут какие проблемы это его решение было а это все показуха еще от самого начала мы говорили как так и люди вот многие не понимают вот этого что это путинское решение то а то что вот ничего морального в политике а вот про это то что в государственной политике там честно ничего нет и быть не может политика это дело подлое и мы сейчас даже не говорим о государственных отношениях они всегда только интереса государства но если бы они хоть преследовали этот к нему меньше всего вопросов про это ну надо беларуси выживать там же ввп она беларусь в долг живет собственно но в кредитах и в дотациях но это и есть как говорится понимание что отдавать и не смогут он живет в долг поэтому для этого должны быть предпосылки если что в россии что в беларуси если власть олигархов если кругом силовые структуры суды все бизнесу невозможно работать весь бизнес отнимают но а главное почему это что они жить вот в россии например я не знаю как батька там собирается чтобы его потомки жили вот путинские подельники они вывезли свои семьи они уже граждане других государств вывезли активы если бы цель стояла развивать экономику думать о будущем они бы здесь жить собирались они бы вкладывали в экономику и прибыли получали бы уже как вот например даже монархия чем в лучшую сторону отличается монарх и он здесь жить собирается будущее и он разовьет страну это все его потом возьмет а эти понимают что они временщики и они им нужно красть здесь и сейчас они все что создавала ссср они приватизировали распилили вместо заводов там торговые центры все активы вплоть до того что на металлом пилили и просто убили экономику нас никакой экономики нет и тот же самый у лукашенко например вложить в белар развить что там он лучше украдет здесь и сейчас поэтому они о будущем не думают я не знаю насколько в лукашенко в государстве но у путинских это точно у раз здесь и сейчас завтра может быть поздно и ничего ни копейки не вкладывается в развитие в экономику вот это принципиальный вопрос ну-ка сказать свой клан у него такая клановая экономика клановая структура то есть я себе сижу и мое окружение получает народ что-то там отлетает народу а все остальное это мое вот я украл я взял я распорядился для него главным является вот это сидение на всех абсолютно возможностях всех ресурсах всех бизнесах тогда он чувствует себя нормально что он сам единолично раздает а чтобы все было по-честному делить будет он сам ну у вас там поменьше государств ему легче контролировать а путину сложнее контролировать так он вот они все разграбили мало того что два триллиона кэши вывезли так они активов государственных на 20 триллионов примерно долларов и они все на офшорах все эти заводы пароходы они все вот эти производства даже нефтедобывающие все они оформлены собственники офшорной компании и когда вкладывают они нам рассказывают про какие-то иностранные инвестиции это те кто украл они здесь контролируют бизнес они понимают тут тут они тупые на башку они тут все у них как песок сквозь пальцы и даже мало того что они украдут они половину профукают просто потеряют и вот где они могут не потерять там где у них контроль где у них государственные структуры на их защите и вот под видом иностранных инвестиций украденное возвращается в россию и здесь они опять воруют и опять в виде дивидендов уже опять выводят туда если украденное возвращается в россию под видом иностранных дивидендов под видом иностранных инвестиций они нам рассказывают про эти инвестиции а это то что опять же следующий виток краш когда они под видом дивидендов выводят все эти активы и ничего вот эти газпром например кредиты у него там 190 что ли миллиардов долларов но я вам рассказал под золотовалютные резервы так у него убыток и мало того вот у него убыток вот 700 миллиардов они сейчас нет у них закончились вот эти потоки все где они на строительстве воровали они придумали башню в питере новую строить ну как если нет больше трубопроводов сейчас будут строить башню по цене как они обычно в 20 раз дороже чтобы украсть 90 процентов это вот распил завидно этому как его шойгу он тоже хочет участвовать в распиле так он сейчас проект музей вот сначала построил собор этот военный сейчас там рядом музей вооруженных сил это такой зикурат там вот из пятиконечных звезд это опять чтобы миллиарды украсть потому что ну надо же какой-то повод чтобы красить вот такая экономика да собственно я уже все сказал по большому счету я считаю что победить можно только так как мы говорим потому что любую другую ситуацию они могут выкрутить свою сторону очень легко и у нас сейчас есть понимание того что людей просто разрознили по разным каналам растащили всякие там профессора соловьи и прочее и каждый гнет свою линию вот нашим инструментом даже не то что интересоваться не хотят они им интересуются ну просто замалчивают потому что для них это самое страшное когда большинство определит легитимен президент действующий и вообще в целом власть или нет и это инструмент с помощью которого можно выбирать лучших людей как говорится в честном конкурс вот и все это открытые дебаты это как говорится честный выбор и даже если кого-то выбрали какого-то слугу так скажем над ним будет висеть секира все время в виде такого голосования только перевалит за определенную черту количество нет ну не доверие все до свидания все все просто но это никому не выгодно вот вы можете сами даже попробовать продвинуть куда-либо эту идею вам скажут нет это все ерунда тут паспорт показывать вы провокаторы тут нас сейчас сразу свинтят и так далее у нас мы давно говорим о цифровом государстве о платформе на которой это возможно в беларуси вот кстати у нас это обсуждается потому что мы не хотим больше никаких вот этих у нас очень явные подделки выборов когда мешками через окно вылаза всякие тетки а то есть это уж настолько все было в этом году заметно все это настолько было понятно что люди пытаются понять а что же делать как же делать по-другому поэтому все электронные платформы электронные предложения рассматриваются да а вот про теток я тоже долгое время им удавалось отвлекать вот который там показывают они же специально сливают это показывают как кто-то там какие-то бюллетени вбрасывает он говорит ну смотрите да но это два процента это не повлияло на выбор а на самом деле давно уже мы вот показывали вот все валяются эти бюллетени никто их не считают на помойке находили у них итоговые протоколы есть зачем им вот полица то с этими вбросами может где-то еще по незнанию выслужатся хотят а так это специально то что им выгодно никто не считает вот эти на местах бюллетени у них итоговые протоколы есть и вот мы показывали там пример где например двадцати вот саратове сколько там было 76 и 2 или 62 и 62 и 2 2 и 2 20 и все 62 и 2 и одинаковые цифры кто-то из администрации позвонил сбросил и они на каждом им бы сказали около этого они все одну эту цифру переписали все на всех избирательных участках но причем здесь есть есть две стороны идет война гражданское большинство и те кто на стороне оккупационного режима там есть собственно участники бандиты вот эти есть кто им служит кто устроился наняты и поэтому но войне как на войне просто надо понимать что люди разведены по копам и некоторые не понимают что стороне отсидеться невозможно что они должны занять свой окоп комментарий какой да вы знаете я в принципе не гуглил его не за ним даже не не занимался не изучал это я думаю что наверняка существует статистика процента жополизов в обществе вот и я уверен что получилось так то что у любого диктатора там что у путина что у лукашенко все эти проценты этих жополизов они все там все просто но есть же такое что там есть коллектив и в этом коллективе сколько тоже полезов которые все время обоими руками за все потому что ему дали крошку хлеба может вопрос какие были эти был такой вопрос про гагу говорит вот чеченцы подавали в гагу и шоу и что вот такой вот да ничего что там может быть конечно фуфло это во первых чеченцы не довели до конца кто им даст во вторых понимаете всем делом это нужно делать постоянно то что один раз а что-то сделали не получилось вот если бы сейчас в гараке уже лежало 5 дел на путина ничего бы не изменилось украина это как в том анекдоте трясти надо дать чуду ему как подумай может палку взять там яблоко то даже обезьяна ему подумай что думать трясти надо это вот так же как нет надо подумать и сделать взять палку чтобы яблоко сшибить а трясти бессмысленным поэтому зеландцы есть более чем один способ снять шкуру скота то есть можно что-то делать главное понимаете дело у нас да но но снять шкуру кота если вы будете писать в гагу шкура скота не слезет поэтому можно способы надо снимать шкуру для того чтобы снять шкуру скота любым способом нужно снимать шкуру скота вот а если не снимать ее описать бумажки то шкуру скота вы не снимете вот так дело в том что мы никогда толком не использовали никакие механизмы вот на лукашенко только в этом году подали это дело это первый раз за все эти два забудьте забудьте он убивал и политические убийства есть и родственники убитых есть и доказательства есть и и все это есть этого люди просто не делали это в пустую потерянное время это вот как нам тут говорят а в конституции записано у нас а вот посмотрите в россии то а в конституции они нарушают игру так наплюйте чё в конституции на заборе он написано половой орган а потрогаешь там гвозди поэтому что там написано не нужно обращать внимание нужно головой думать и действовать я считаю что нужно обязательно собирать досье на кубина море досье вера я пять лет назад записал сколько там 25 программ вот таких вот путин бандит из 90-х а его преступлениях до того как он стал президентом еще каждая тянет по нескольку преступлений в каждой программе то есть каждая тянет на высшую меру то есть там на 100 высших мер наказания но какой досье нужно делать от власти отстранить а досье но вот а досье но ничего не даст было бы уже очень хорошо если были доказательства собраны если вы были собраны свидетельства если вы были хотя бы запись свидетелей которые подавали показания это уже было бы что то есть есть свидетель были были уголовные дела на путина до того как он стал президентом их все закрыли и все с доказательствами для этого его киссинджеры привел да у нас время к концу подходит заключительное слово вер к нашим зрителям спасибо большое что вы боретесь спасибо большое что вы интересуетесь проблемами наших народов и я думаю что мы все таки разрулим ситуацию и мы победим и мы боремся за вашу свободу и за нашу свободу и и спасибо вам большое что вы продвигаете вашу платформу потому что действительно это может быть выход для всего человечества вам большое спасибо и только вместе мы можем я вот об этом и говорю отдельно в беларуси революция невозможна мы вместе должны объединиться и сделать должны должны объединиться и должны бороться за демократию друзья да здравствует народная освободительная революция долой преступный и оккупационный путинский и лукашенковский режим да да спасибо вере за насыщенный стрим всем спасибо друзья кто смотрел завтра увидимся в стандартное время в 19.00 по москве до свидания до свидания до свидания